Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 апреля и казалось бы, есть темы, которые не актуальны на сегодняшний день. Сейчас у нас пока рассада, все такое, но очень много вопросов приходит о притенении теплиц. Потому что у некоторых сейчас через неделю-две будет уже такое яркое солнце, что оно будет именно палящее. И высаживая рассаду после высадки, некоторые сразу пытаются притенить. Есть много способов и мелом опрыскивают, и не тканку изнутри протягивают. Вот я в прошлом году показывала, видеоролик снимала о притеняющей сетке, которую я специально покупала в садовом магазине. Какая вот, как маскировочная, которую весь развешивают иногда при ремонте зданий. Она мне очень понравилась, так как сейчас, конечно, она у меня еще сложена на чердаке, но некоторые люди уже хотят заранее какой-то придумать оптимальный способ, возможно, купить заранее, все это приготовить. Я сейчас повторю прошлогоднее видео, покажу вам. Там, где именно наглядно вы можете посмотреть, что сетка эта висит. И вот мне именно понравилась она тем, что она вот этот разреженный свет. И еще тем, что она мобильная. В случае, если длительный дождливый период, например, если опрыскивание мелом там известковое или не тканку, ее убрать невозможно, а эту сетку убрать очень просто. Убираем два камешка, которые привязаны, хоп, стергиваем с теплицы, все, потом так же можно закинуть. Вот эта мобильность, это очень большое преимущество этой сетки. Она очень легкая, ее можно и закинуть, и убрать наоборот. Вот смотрите видео, может быть, кому-то это пригодится, и для кого-то эта маскировочная, вот эта притеняющая сетка станет выходом из вот такой ситуации, как именно спасение от палящего солнца. Ближе к осени можно убирать. Вот я сейчас нахожусь в теплице, там, где я высаживала томаты для получения раннего урожая. Томаты зреют, сорт за сортом наливаются. Но я зашла рассказать о том, что вот сейчас стоит аномальная жара во многих регионах. И томаты наши, конечно, страдают. Я вот захожу каждое утро, проверяю их состояние. Но у меня вроде листья не крутятся, все томаты здоровые, выглядят хорошо. Но все равно, у нас сейчас вот передали, что будет в ближайшие дни 32-35 градусов. Это очень много. И я вчера тоже начала притенять теплицу. Вот первую накинула. Способов, как уберечь наши растения от жары, от аномальной вот такой жары летом, очень много. Кто-то белит мелом, кто-то натягивает вот нетканное полотно. Но эти способы я не стала использовать, потому что они как-то более трудоемкие. Если белить мелом, у нас в сибирский регион, у нас сегодня жарко, через 2 недели начнется дождливая такая пасмурная погода. И солнца и так будет недостаточно. Я выбрала вариант, когда я могу мобильно то прикрыть, притянить, то убрать это притянение. Нетканный материал, когда вот изнутри люди используют, закрепляют вот на эти, ну как-то прицепляют здесь. Тоже я сразу отмела, потому что его и устанавливать, укреплять, ну время какое-то требуется, и убирать сложно. Я выбрала самый легкий, так как я занятый, занятой человек, самый легкий вариант. Купила для притянения вот такую специальную сетку. Вот видите, вот она сетка с той стороны. Ее просто накидываешь на теплицу, и вот она. И она висит, и вот такой, как тенек, но именно вот тот, который мне понравилось, мне нужен. Сейчас вам покажу. Она, конечно, дороговатая, но я ее купила, я думаю, что буду пользоваться много лет. Купила в садовом магазине, написано, называется, сетка для притянения. Она уже специально сделана 10-метровыми кусками на теплицу, вот такую, как моя, 8х3. Стоит она, хотя 790 рублей, я, конечно, долго вокруг нее ходила, но дорого. Но я как посчитала, что если даже она 5 лет будет у меня использована, но это 100 рублей в год за один сезон, это не очень дорого. И что удобно. Я, ну как, края, каждый край просто завязала туда по камешку. Муж мне помог вот так перекинуть. И как грузики грузила, сделала на каждой из четырех концов. Вот сейчас она у меня пока жара будет висеть. Как только у нас наступит, когда там в августе у нас начинается дождливая такая пасмурная погода, и солнца будет недостаточно, я эти камешки отвяжу и сдерну ее с теплицы, все. Это очень просто. Во-первых, что облегченный вариант. Хочешь сделать тень, можно сделать тень. Хочешь, чтобы тени не было, тень уберешь. И, кстати, вот когда многие пишут про кошек, что кошки залазят, пакостят, я когда вчера натягивала эту сеточку, я как раз подумала, что вот такой сеткой можно, кстати, предохранить свою теплицу и от кошек. Просто купить вот такую сетку, какой-то кусок, натянуть на двери, закрепить, и все, пожалуйста. И проветривание есть, воздух, и кошки не зайдут. Вот мне очень понравился вот этот вариант протянения. Он такой как бы оптимальный. Оно и солнце как-то уже не жжет. Вот такой именно вот сейчас, уже десятый час утра, и солнце у нас, можно сказать, уже очень высоко. Было бы здесь сильно жарко, и вот я сегодня почувствовала, что именно вот столько солнца, сколько нужно. Оно и пропускает, но и немножко предохраняет. Все, вот это короткое видео, не буду я надолго развозить. Вот кому нужно, у кого есть проблемы, вот сейчас во многих регионах стоит аномальная жара, прям вот в теплице пекло, можно вот такую вот сетку для притянения. Специально в садовых магазинах продается. Я думаю, что она многим поможет. Все, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!